здравствуйте уважаемые друзья здравствуйте другие подруги хотя какие подруги от другой стороны почему бы и нет девчонки же тоже блеются мало ли мы морду лица девочки там руки-ноги тоже там зона бикини всяко может быть так что все может пригодиться ребята сегодня у нас очень необычный обзор уверен такого станка вы не видели а если и видели то случайно потому что станок вы сейчас пойдете посмотрите все на крупный план но я хотел бы вас с самого начала попросить ребята я не знаю как он называется если вы в курсе если вы где-то видели будь ласка напишите а то были сейчас видос выкладывать я даже название станка не знаю а у него на коробочке то даже нет нифига ничего ладно вы все видите смотрите а я тут уже начну там с компресс это все давайте и так нож а стоп умножить а другая тема извиняюсь первый предмет нашего обзора сегодня будет ребята станочек который чем брились наши деды наверное не потянет о чем брились наши отцы очень даже вытянет потому что это еще советская эпоха любезно его предоставил андрей карачев и посмотрите как он выглядит ну сродни своему времени весь такой весь прям 2 так давайте я все по вытаскиваю насколько лезвие имеет отношение к этому станку сказать не могу но вот андрюх прислал вместе все это вместе самое главное парни вот с этой стороны смотрите лезвие бритвы сломать на две части зазори хвостовика станка половинку лезвия вставить бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-3 рубля ну блин я водку за 362 тысячи захватил получать почти бутылка водки как бы это хорошая цена честно сказать не помню сколько тогда станки строили не интересовался этим и вот наш станочек с виду так простая пластмаска длиной девять с половиной сантиметров как она ширину головы на головы наверно так будет правильно померить 43 миллиметра почти 44 взвешивать то наверное его крайне неразумно давайте все-таки взвешиваем чё так вот вместе с этой частью 11 грамм отлично решил парни что сегодня будет лезвие дерби не знаю почему другой стороны почему и нет потому что агрессивности станка не знаю поэтому чтобы не поставил тут будет на первый раз как пристрелочный непонятно а дерби я уже пробовал дерби мне заходит правда это было в прогрессе в лонге но тем не менее не совсем понятно как вот эту фигню тут ставить как-то хвостовик ему понятно что у него тут щелка посередине есть где-то щелка а вот и и чё это по идее это смогу только вот так ставить на хрена козебаян как раньше ломал так и поломаю умнее было бы наверное все таки порезать ножницами чтобы вот этих вот загибулин не было ребят упоров никаких не вижу получается просто вот так тупо элементарно вставляется да не может быть так все правильно дурака кусок ты не той стороной вставляешь да точно точно вот он еще век живи век учись вот сразу и упор объявился все нормально все хорошо слепенький не увидел сразу опачки все нормально парни вам ничего не напоминает шик одноразовый или биг вылет вилет вилет равномерный но вес станка конечно 11 грамм убивает посмотрим на что он способен так давайте эту штучку дрючку ставим на место так она еще раз побриться лезвие уберем в сторону следующим по списку у нас будет ребята роквелл разор шаринг соуб барбершат любезно предоставлены владимиром плотниковым опять же с его слов получается что роквелл разор вроде как не планируется завоевать все лавры производителя мыла и авто шрифов для бритья они это выпустили чуть ли не разово с целью нормализовать финансовую ситуацию для выпуска роквелл 6 c и с отца ну вроде вот как вот ну честно вам скажу внешний вид конечно же очень понравился а еще больше понравился запах парни вот понравился не отобьете вы мне желание хвалить то что мне нравится если нравится так и скажу нравится баночка стеклян как как это не фольга жестяная жестяная приятная такая вот эта бумага наклеена вообще чувствуется качество вот качественный подход у людей к своей продукции молодцы молодцы просто молодцы а помазком парни сегодня будет очень один хороший человек не подогнал проезжая через италию шоу шоу помазок подкнулся битва дюхте надо играть чего не надо давай давай вот так у нас появился омега кабанчик артикул 1098 ван хандрид найти рейт коробка конечно презентабельно да и сам помазок то вы знаете вот даже его ручка пластмассовая не удивило потому что он стоит сущие гроши там то ли 5 то ли 6 то ли 7 евро что такое вообще ну то есть деньги не принципиальные это при размере то узла а я вам сейчас скажу 26 до 26 и длина узла 65 длина ручки 80 миллиметров ну такое знаете но в принципе он позиционируется как профессионал но он такой сбитый сбитый серьезный инструмент посмотрим что он из себя представляет сейчас пока это очень упругий очень серьезный как покажет себя в работе посмотрим но авто шейфом уже наверно догадались заявкам рабоче-крестьянских наших ребят ли авто шейф любезно предоставленный нашими дорогими испанцами маммэн и ну гифенкер молодцы молодцы что они подселивают на эту испанскую тему теперь по крайней мере понятно где все это можно брать вот смотрите такое низкий запах так все чё голову морочь пошли наверх парни если володя плотников прав а я думаю что он прав то ведь я ему чертовски благодарен что он это мыло прислал потому что но и водичка смотрите как разошлась потому что как она пахнет и у нас это о чем это я о том что команда роквелл лимитирована выпустила свою серию парфюма и больше выпускать не будет если за авто шейф ну вот по большому счету он прошел незамеченным то есть вот есть у нету вот как-то вот на эти вот 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 завтра скажу что вы не было никогда тебе причудилось ну и ладно ну и хорошо а если про это бы сказали что чудилось фу я бы я бы сожалел как она пахнет ребята и не пойму что это такое то ли трава какая-то то ли терновник какой-то то ли но запах такой прям прям древние терпкие такой вы хороший хороший прям офигительный запах так что я вам голову морочу помогут обе помазок оставил ничего вот уже мокренький мыло очень зашло с первого раза как только я его открыл зашло пошел думаю дай-ка сейчас я перепроверю пошел проверять на любимой прихожу подсовываю баночку вначале повелась за баночку ой какая баночка а потом когда открыла ой а чего это мыло это что ты будешь делать ну как час немножко бриться а можно мне в смысле бриться нет нет ну горта можно мне гоночи ты с ним будешь ну пусть будет и тоже понравилось приятно приятно мыло ребята пахнет вообще отлично я вот сейчас сам про себя знаете загадал господи хоть бы она пену еще нормально удалось потому что ну если вот при таком запахе добрить не будет но это это будет досадно просто чертовски досадно пока таких признаков нет видите вот она пока поперла и хорошо поперла прям здоровски так поперла ну хватит его мучить наверно не так уж и много мы с вами нами набили помазок интересно лежит вот несмотря на то что пластмасса блестящие все-таки он не скользкий в руке а форма ручки ну да она несколько отличается от то что мы с вами знаем по вилонгу по сути то чуть-чуть маленечко у вилонга она потоньше я вам скажу что вилонга сказать а мне поближе ну видите от размера руки еще тоже много зависит хотя вот не сказать что это неудобно она просто вот то удобнее а это чуть менее удобнее но тоже хорошо тоже нормально хорошо посмотрим что-то нам сейчас пока очень и ну конечно полной кистью им работать неудобно потому что рычаг сильно большой 65 миллиметров но куда скажу что здесь работает лучше чем у меня был свет от своей симсон бомбом 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 симош все может белая ручка вот какой там двухтысячник по моему отдал его ребята могут не заходил там бы слишком длинный узел был и он слишком такой вот весь мягкий был такой ну ну хочешь я тебе там чего-нибудь чё тебя там сделать вот как будто одолжение делал он такой вот на эти вот а здесь мы тут тут нормально так водички маленько добавим охонь и помазок тоже сейчас чем наши отцы то брились и посмотрим мы действительно прикольный такой парни скажите за имя если кто знает мало ли я пробовал фотографии google искал не нашел нифига реально нет ну а с богом антарес девки пляшут и не забивается не усмыслили промывается хорошо парни знаете слегонца закусывает подкусывает чуть-чуть такое есть не могу понять почему я этим лезвием брился всего один раз не может быть чтобы дэнби со второго раза уже так подкусывал возможно это из-за геометрии станка сейчас посмотрим что-то типа так 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 Продолжение следует... Он реально невесомый. И хорошо, что ручка такая квадратная. При таком весе хоть как-то ты понимаешь, что ты в руках его все-таки держишь. Если бы была круглая, он бы, возможно, играл, а здесь все-таки стоит прямо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Достаточно неплохо. И, кстати, под скольжение, мы говорили об этом с Италией Александровичем... Виталий, нормально. Вот сейчас я прям чувствую, прям на этом... На коже такой... Вот этот вот... До чего-то не снял. Остается сейчас, по идее, вот так вот где-то что-то добривать. Есть такое, есть. Хорошо. Так, нормально. Однозначно лучше, чем Симош-2000. Вот стопудово лучше. И гораздо мощнее, чем Вилонг. Этот более деликатный. Он такой, знаете... Вот если это интеллигент, то это рубаха-парень-работяга. Вот что-то вот такое. Ну и диаметр углов, сами понимаете, тоже разный. Прям удивит. Ну, угол как-то интуитивно сам так, знаете... Ну, как на одноразовом станке просто хлопит, и ты его ловишь, и нормально. Ну, тяпка она и есть, тяпка. Прям такой прикольный. Тяпка она и есть, тяпка она и есть. Ну, ребят, я в шоке. Реально в шоке. Я не ожидал от этой пластмассовой пустышки такого качества. Не, ну не все так ажурное, сейчас расскажу, но качество, конечно... Так, а что это я? Давайте посмотрим, что у нас осталось по маске. Настолько алебастр, что даже на усы-то у него силы не хватает. Все, какой хороший цемент, смотрите. Да. Ну, прям... Ну, смотрите. Офигеть. Парни, кто в Америке живет или в Канаде, шепните им на ухо, пускай с мылом не бросают, пускай делают. Реально крутое мыло. Хочется так найти и купаться в нем, вот прям... Ну, конечно, в пенном состоянии уже, собственно, сам-то запах поменьше. Вот прямо с банки там... В феере. Но у вас все равно есть, все равно есть. Где-то вот сейчас 70% он сохранил, 30% растерял. Так. Что-то тут навозюкал. Опачки. О, волос помазка. Не, ну еще до 20 штук-то, до 25. Нището. Ну, пока только первый. Ребят, я офигел. Вот просто реально офигел. Практически не подбревался, он везде все собрал. Вот. И при всем, при том, определенный дискомфорт, я сейчас все расскажу. Так. Сейчас я быстренько все смою. Автошейф и... Фух. Блин. Ребят, понимаете, в чем дело? Вот, зараза кусачий. Возможно, не ту лезию я поставил. Может быть. Рано полностью о станке говорить, если ты его попробовал только на одном лезии и вообще просто раз побрился. Надо хотя бы еще пару-тройку раз и на разных лезвиях. Но уже с этим понятно, офигительно, умопомрачительное качество бритья. Понимаете, вот... Ну, ладно, так сейчас все это... Наперед паровоза, не будем лезть. Ли. Парни, вы все наверняка знаете, я очень люблю и уважаю фирму Ли. Я уже не раз об этом говорил. За ее простоту, недороговизну, доступность. И самое главное, вот для меня, вот лично для меня, ребята, это запахи. Как подлецы они умеют собирать эти букеты. Вот первое место у меня все-таки, вот если брать вот ту сторону, Португалия, Испания, первое место у меня все-таки, конечно, латоха. Что говорить, вот это вот бордовое. А вот второе Ли. Блин, вот молодцы, просто молодцы. Я еще мало пробовал. Я еще там многих испанцев не знаю. Вы скажете, я с вами соглашусь. Да, так оно и есть. Но вот если говорить из этих двух хотя бы, то вот уже, вот, вот. Латоха первая. Но это Ли. Чую с ментолом будет. Легкое жжение. Да. Не только, вы знаете, не кулинг, а вот и не мята перечная, а вот именно ментал. Такой. По глазам, слава богу, не бьет уже хорошо. Но как же он охлаждает. Вот знаете, как-то охлаждает интересно. Он не обжигает. Он просто реально холодит. Вот такое ощущение, что я сейчас еду на литерном составе. То есть из пульмана высунул свой хохотальник. И мне вот так вот все несется вот так вот. Вот такое ощущение. При всем при том, не обжигает. Не как-то не бьет по глазам. А просто холод. Реальный холод. На руках, йог. Нету ничего. А на лице есть. Почему? Интересно, если подмышками подмазать, что будет. Давайте проверим. Нет, почему он литерный? Аааа. Мы же тут эпидермис. Все, 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 все. Подмышками-то мы ничего не делали. Все понял. Ну, господи. Ну, тупень. Сразу не соображаю. Ребят, интересный крем. Вот если его классифицировать, то я бы его однозначно занес бы в лето. И не только из-за холодка. У него сам по себе вот такой настрой. Он сам по себе запах. По полочкам я его разложить не могу. Хотя не исключаю, что если бы заглянул на сайт и посмотрел бы составляющие, я бы там пару-тройку чего-нибудь подглядел, а потом бы с умным видом вам тут рассказывал, как я тут ландыш или лаванду учуял. Нет. Я не заходил, не смотрел. Но вот летний настрой однозначно здесь есть. И это приятная штука. Это не настолько меня торкнуло, как то ли, которое было перед этим. Я вот сейчас вот картинку-то не увижу. Но их там немного, в принципе-то можно разобраться. Но однозначно продукт достойный. Любителям кулинга посвящается. Ребята, драть сильно не будет. В меру все разумно. Здесь не такое, знаете, как вот драчевое с алкоголем. Здесь просто охлаждающее. Глаза не режет. По запаху веселое. Вот, пожалуй, что и все. Но не то ли? Не то. В смысле не то пальто? Пальто то, ли не то. Давайте, наверное, за что тут можно поговорить-то. Ну, давайте за помазок, раз уж он в руку прыгнул. Ребята, необычное ощущение я от него получил. Как только взял в руку, почуял мое. То есть в руку лег. Как начал работать, думаю, блин, а что он такой неудобный? То есть вот за счет длины вот этого вот узла все-таки понадобилось где-то полминуты-минута, чтобы сообразить, как мне себя с ним вести-то, как разговаривать вообще в принципе, на каком языке он меня поймет. Полу-притыкнул. Вот на раскоряк он вот так вот пошел. Все. Сразу все стало на свои места. Сразу свой, сразу чувак. Вот тебе гидромассажик. Вот тебе там что-то почмокивание, почокивание. Никакой колкости нет совершенно. Я вообще считаю, что вот... Ну, конечно, плохо, когда помазок большой. Ты не знаешь, что с ним делать. Это первично. Ну, то есть он слишком большой. Вторично некоторые говорят, о, там столько пены, там тратится будет. Ребята, да и рад бы уже, чтобы потратилось. Потому что годами все это стоит. Ну, куда? Ну, что? Ну, хоть так вот для души, для себя любимого потратить. Я за пену даже не переживаю. Тратит? Да и хай с ним пускай тратит. Я покупался в этой пене. Не, ну вот вы тоже можете сказать, сколько у тебя кремов, сколько у меня. Ребята, вы со своими пробовали. Возьмите тот же самый прораза, большой помазок. За сколько вы его смылите? Обычным? Ну, я думаю, месяцев за 9, за 12. А большим? Ну, пускай это будут те же самые 9 или 8. И что, месяц раньше, и это какую-то погоду состроить. Да вы раньше новый крем возьмете, новые ощущения, новую радость будете получать. Или новая мова. Не, ну, это я к этому так отношусь. Вы, вероятно, можете относиться по-другому. Ребята, интересная штука. Та стоимость, за которую его, в принципе-то, можно взять. Не за те деньги, что было куплено. Я вам, кстати, у меня там, по-моему, фоточка есть. Я сброшу человек, просто прошел по магазину, там фоточки накидал, посмотрите. Это простые итальянцы, вот ходят там по своей талии, там пинают в дверь, заходят. Вот хочу это куплю, хочу то. Вот так вот, если зайти туда, это можно взять. Нам-то, конечно, с вами это не светит, потому что кто нам с того магазина, что будет слать. Так вот так этот помазок и был куплен. Учитывая его стоимость, где-то в 5-7 евро, что ли. Ребят, очень интересное предложение. Конечно, это не синтетика. Тут уже, как бы, другое. Тут больше нежности и ласки, но без утраты упругости. Здесь это все есть. А здесь уже, как бы, дрочевый такой, знаешь. Ну, не то, чтобы дрочевый, мягкий лом. Вот, мягкий лом. Вот что-то здесь вот такое есть. Здесь нет, сейчас я вам скажу, так. Здесь нет вот этой вот глупой упортости, упертости, эпсилона и вилонга синтетики. Здесь им лом посередине воткнули, и каждый раз, когда ты пытаешься им что-то сделать, он тебе этот лом пендюривает. И ты его стараешься уломать, чтобы он не вот так вот ходил, а как-то там вот так вот разошелся к тебе. А здесь никого ломать не надо. Тут реально, тырц, о, и все. И он пошел. А ну-ка с этим. Ну, вот. Чуть-чуть руку ослабил, он пумс, сразу же свой вот этот хребет восстанавливает. Возможно, вот из-за этого меня несколько отталкивает от этих помазков. Вообще помазок интересный, вообще помазок зачетный. Если кто-нибудь думал его брать, ребят, за небольшие деньги, а что думать-то, берите-то и все, хорошая штука. Вообще обалденная штука. Я уже скоро бояться буду говорить, а, опять все хвалишь, да, ребят, хвалю, нравится, хвалю. Вот есть такая, все, больше не буду об этом говорить, уже рассказал, повторяться не будем. Мыло. Володь, огромное тебе спасибо за то, что дал возможность попробовать это мыло, и парням о нем рассказать. Мыло, ребята, зачетное. Сам по себе запах, ну, знаете, он как, он как запах хорошего бурбона. Винного, алкогольного нету, вообще ничего. Вот, вот дубовая бочка с чем-то там, возможно, какая-то нота, может быть, может быть, что-то такое и есть. Ну, знаете, вот, вот эта терпкость, пряность, чего-то, чего-то настоящего, чего-то, знаете, такого, неподдельного, который, ну, фиг, кто подделает, это или есть, или нет. Вот, если это есть, вот это оно настоящее, если этого нет, ну, чё, ну, гуляй, Вася, ищи, чего-нибудь другое. То есть, вот, вот, вот что-то вот такое, вот прям, интересно, что это, интересно, что это за трава такая. Ну, вполне очень даже может быть, что это именно я к этому так отношусь, и кому-то этот запах тоже не зайдет. Но, ребята, если запах убрать в сторону, все остальное, ну, сами посудите, пенообразование, навряд ли мы больше, чем 15-20 секунд там по мазкам бегали, а как бы уже все хорошо-то и обросло. После этого мы с вами ушли на лицо, и не так уж много времени мы на лице провели, когда уже стала образовываться достаточно приличная масса, которую уже, в принципе-то, нужно было водичкой разбавить, чтобы уже как-то двигаться дальше. Потом, впоследствии, того, что мы с вами взяли вначале, но ухватило на 4 раза, и это каждый раз становилось все гуще, гуще, гуще и гуще. В конце, когда мы с вами снимали это с помазка, это уже был практически аллибатор. Помните, я вам сказал, даже уцы не поднимаются? Не хотели. В однородную массу настолько это уже сплотилось, но, при всем при том, раньше, когда я получал вот такую однородную массу, меня это коробило, потому что бриться невозможно. Но станок залипает, не идет, и вообще вот эта густотень, она не... А здесь почему-то такого не было. Здесь все нормально, все хорошо, все брилось. Каждый раз, когда мы новый слой с вами наносили, капелька воды на лицо, и все в путь, и все хорошо, и все здорово. Нормально, нормально. Скольжение. Скольжение само по себе мне понравилось. Дискомфорта не было вообще. То есть, не было такого, что там полусырая, сырая какая-то резина. Не, ребят, нет, вообще никакой резины. Просто сквозняком, неслось и все. После того, как мы станком проходили, вот так вот, даже когда рукой брал, проводил, я чувствовал, что там еще вот эта пленочка-то остается. То есть, даже несмотря на то, что станок прошел, все равно там еще осталось достаточно. И если бы вдруг пошли бы, хоть это и неправильно, то там было бы чем прикрыть-то. Стойкость пены. Мы ее только что обсудили. Даже в конце она была, как оловянный солдатик. И там, фуф, все нормально. Консентенция, ребята, отлично. Да вообще, вот для меня вот это вот, по большому-то счету загадка. Вот если автошейф, который вот благодаря Владимиру, Владимиру, прошу прощения, мы в прошлый раз пробовали тоже от Rockwell, он, знаете, ну как-то не возбудил совершенно. И я так сам себе думаю, ну чего вы хотите, господи, ну лимитированную выпустил, только для того, чтобы бабки срубить и новый станок Rockwell 6C выпустить. Ну что, ну понятно, ну вот такой автошейф. Это я тогда так думал. А здесь-то совсем другая история. Здесь-то, ребята, вот такое ощущение, что ни один путь с соли съели, прежде чем сделать такое мыло, потому что это мыло достойно восхищения. Я бы не удивился, если бы какая-то знаменитая фирма, которая действительно косметикой занимается, вот такое мыло выпустила, а не какая-то фирма, которая этим вообще даже не промышляла. Ни разу. Да, по станкам они знаменитые, но к косметике какое отношение они когда имели? Как так могло случиться, что вот так хлоп, на ровном месте, вот такое обалденное. Вот это для меня загадка. Если вы можете как-то ее так приоткрыть или сказать на эту тему что-то, ребят, в комментарии, пожалуйста, напишите, потому что самому очень интересно, как так. Вот непонятно. Мыло однозначно огонь. Огонь. И прям... А учитывая то, что это больше никогда не будет выпускаться, ребята, если будет у вас такая возможность, берите, не пожалеете точно. Тем более, что и через год, и через два, и через три, если она у вас пролежит на полке, что ему будет? Да ничего не будет. Вытащите и будет брыться спокойно. Мыло зачетное, отлично. Автошейф. Вот сколько мы сейчас с вами говорим, он пока еще не высох, залипает. Хотя, свое дело сделал. Смотрите, все ровненько, все хорошо. Но вот эта вот пленочка-то, она еще есть. Что будет дальше, не знаю. Запах неплохой, но не мой. Работа, работа понравилась. Я вообще кулингом так, знаете, потому что, вот, когда по глазам начинает бить, думаю, мне аж, вот, что делать? Ну, ходишь, как дурак. Вот. А тут даже по глазам не бьет. Все нормально, все хорошо. Стал бы я себе такой брать, да не, не люблю такие вещи. Мне что-то такое, ух, феерическое такое, знаете, что-то, тырц. А здесь, ну, вам, наверное, нормальный крем, что-то. Кто любит кулинги, вот, самое оно, самое то. Станок, огромное спасибо, Андрей, за то, что ты подогнал вот эту вот игрушку. Она вызывает какие-то противоречивые чувства. С одной стороны, это фитюлька, пластмассовая, как, а как только ты начинаешь ей работать, упс, и пластмассовая фитюлька, скажем так, плавно и нежно перетекает в инструмент, который заставляет себя уважать. То есть, как бы, я офигел от того качества, которое я вам подарил. Ребят, реально, реально дельфин. Без всяких экивоков, вообще, ни одним мягким станком я так побриться не смогу. Даже если физера туда поставлю, ребят, ну, никак, ну, не получается. Приходится шкряпать, 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 ну, фу, я нафиг, хватит, надоело, и все. И бросаю, и вот эти вот места недобритые остаются, и вот здесь вот недобритые остаются. А этот подлец справился. Да, не без оговорок. То есть, вот он с этим лезвием у меня, он вызывал какое-то легкое чувство дискомфорта. То есть, как-то, ну, дискомфорт, может быть, и совсем верно. Короче, лезвие начало подкусывать с самого начала. Я не знаю, почему. Возможно, агрессивность и острота лезвия такова, что вот именно вот с этим сочетанием и пошла вот эта подкуска. Возможно, что достаточно длинная щетина была, все-таки пять дней не брился. Простите, ребят, но так получилось. То есть, вот пять дней и она все-таки отросла. Возможно, из-за этого. Дальше, дальше потом это уже пропало. Когда на второй, на третий проход уже пошел, не было этого подкусывания, так и длинного ворса не было. И все-таки он мне хоть и позволил идеально выбриться. Идеально. Просто, ну, вот, 4,98. Вот так вот прям. Ну, тут вот маленечко. Еще я не стал уже напрягаться. Ну, и то, если захотел, я бы там убрал. То есть, я просто под офигел. И тем не менее, вот в проблемных местах, вот под носом и вот здесь в уголках губ, отлично. Вообще, вот без проблем. Бжик-бжик-бжик, все забыл. А вот здесь вот, где не было углов, а была ровная площадка, но она была не совсем ровная, она была сферическая. И мне приходилось выдерживать радиус. Вот тут у меня уже определенный жим-жим-то был. Как бы его повести так, чтобы там и овцы целые, и волки сытые. Но, Бог миловал, получилось все нормально, все хорошо. Прошел, все собрал. Но все-таки определенный жим-жим был. Какое-то, знаете, такое чувство неуверенности, дискомфорта. То есть, вот как-то вот так вот это вот все. Я не знаю. Я... Это... Это нонсенс. Изделие за 3 копейки бреет, как породистый станок за 100 баксов. Не, ну как, ну не совсем так. он качество дает такое, а вот бреет он не как 100 баксовый. 100 баксовый, ну вот тоже самое, роквелл там, или вот рока. Ты их, когда запускаешь, ну, про X3 я не говорю, и про таймлес, это однозначно. Ты, когда запускаешь, это породистый танк едет, понимаете, и вот он, вот он, раз вышел, щетина вся ша, и она расступилась. А здесь, вот после этого, как вот породистый танк прошел, у вас все, дельфинчик, just a perfect, то есть красиво. А здесь нет такого, здесь тоже just a perfect, вот такой дельфинчик, но здесь нет породистого танка, который вот так вышел. Здесь, ну, какой-то китаец-челночник, который, знаете, тележку, вот эту тачку, через свою щетину, вот эту вот, фу, ух, я заебался, о, и все. Вам чисто все. Но, если там танк, то здесь тачка, которая вот, закусила колесо, вот так вот как-то пошло. Вот такое чувство какое-то было. Но факт остается фактом, ребят, повырос идеально. Вообще офигеть. Поэтому, вот я не знаю, как к этому станку относиться. Если вы где-то встретитесь с таким станком на просторах сети, ребят, если он будет в хорошем качестве, берите, берите. Ну, даже если он вам не зайдет, то я думаю, вы всегда с легкостью пристроите. Да, я не думаю, что он будет стоить дорого. Если во времена волны он стоил 3 рубля, то сейчас я не знаю, сколько там, 500 рублей, ну, тысячу. Ну, неважно. Хоть 500, хоть тысячу, но в любом случае, это та вещь, которая способна вас отлично побрить. Проэкономию в лезвиях. Я даже не напоминаю. Тут не целом, тут половинкой бреетесь. Короче, Андрюха, держи кардан, спасибо, интересная штука, такой жизненный опыт, прям подогнал интересный. Ну, а на этом, ребята, пожалуй, что и все. Добра вам, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья, пускай всегда все будет хорошо. Ну, и сейчас жара. Постарайтесь, чтобы в обморок никто не падал, а то у нас вот третьего дня на остановке, мужичок, а не сердечник. Главное, что не доводите до греха, не надо. Чувствуете? Лучше в тенек, в тенек, в тенек. Все, ладно, хлопцы, давайте, пока-пока, я пошел на рендер ставить.